привет друзья я решил открыть новую рубрику на канале я решил назвать ее письма от подписчиков в которой я буду рассказывать реальные истории от людей которые столкнулись в своей жизни с чем-нибудь мистическим в своей жизни и хотят поделиться этим конечно я не могу проверить правди вы вылейте истории поэтому это будет на совести тех кто написал мне это кто не подписался еще на мой канал то сделайте это чтобы не пропустить все новинки на канале а также подпишитесь на группу в телеграме где вы можете написать мне напрямую сообщение и для связи со мной а теперь давайте узнаем эту историю от марии которая написала мне и поделилась данной историей мария жила в старом доме на окраине города ее дом был обросший плющем с высокими потолками и скрипучими полами ночью когда все спали она часто слышала странные звуки шаги по лестнице скрип дверей шорох в комнате напротив однажды проснувшись от звуков мария увидела призрачную фигуру в своей комнате это была женщина в белом платье с длинными волосами закрывающими лицо она стояла у ее кровати медленно поворачивая голову мария испугалась но не могла отвести взгляд призрак начал произносить неразборчивые слова словно пытаясь что-то сказать мария не могла понять что это за язык но чувствовала что призрак нуждается в помощи она решила узнать больше о своем доме в архивах города она обнаружила что дом был построен на месте старого кладбища женщина в белом оказалась дочерью одного из первых хозяев дома которая погибла в таинственных обстоятельствах мария начала исследовать дом разгадывать коды и послания оставленные призраком она узнала что душа женщины была закрыта в доме и она ждала чтобы кто-то помог ей найти покой с каждым днем мария раскрывала новые тайны она нашла старый дневник в котором были записи о странных событиях и загадочных встречах она установила контакт с призраком и они начали общаться через послание на стене в конечном итоге мария нашла способ освободить душу женщины она провела ритуал и призрак исчез дом перестал скрипеть а мария больше не слышала странных звуков интересно что мария продолжает жить в этом доме она уверена что призрак ушел но иногда ночью она слышит тихие шаги и видит тень в углу комнаты она улыбается и знает что теперь она не одна